Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас видеть в Ельцин-центр. Сегодня мы завершаем наш цикл «Короче Пушкин». И я хочу пригласить на эту сцену автора этого цикла, бессменного ведущего этого цикла, телеведущего, писателя, профессора высшей школы экономики Александра Архангельского. Прошу. Добрый вечер. Я плохо вижу зал, но буду стараться. Надеюсь, что меня в последнем ряду слышно. Все. Ну вот как бы мне подадить сигнал, если я уберу микрофон, я не понимаю, потому что там я точно не увижу. Еще раз добрый вечер. Мы завершаем сегодня цикл, связанный с Пушкиным. Я вот поздравляю с Днем России Пушкина и с той России, которая соответствует его человеческому опыту. Будем мы очень коротко, я постараюсь пролистать те встречи, которые были, напомнить, о чем мы говорили и к каким, главное, выводам приходили, потому что сегодня вывода не будет. Тема, которая поставлена, она не предполагает выводов, она предполагает размышления. Так что сегодня будем больше размышлять, чем... Но выводы были. Начали мы с того, как Пушкин стал Пушкиным, и как происходила канонизация Пушкина, как его признали сначала великим, а затем признали первым, но из этого ничего не вышло, потому что формально он первый, но спросите любого западного человека, кто главный русский писатель. Пушкин попадет, но не первым. И точно что не читали. А кто будет первым? Толсаевский, да? Что отчасти закономерно, но, может быть, не так хорошо, как хотел бы, при том, что я отношусь к этим писателям с восторгом, с восхищением, и всякое восхищение ведет к положительным результатам. Вторая встреча у нас была посвящена Пушкину и политике. Говорили мы в основном о том, как у Пушкина возникло поле напряжения между двумя взаимоисключающими ценностями, ценности империи и ценности свободы, потому что, в принципе, в общем понимании, это либо империя, либо свобода, либо восторг перед бесконечным, бескрайним государством, либо требование свободы, потому что либо надо выбирать. Пушкин пытался отказаться от этого выбора, и это напряжение присутствует во многих его текстах, но пока он был жив, пока он развивался и творил, это поле напряжения работало на смыслы, на порождение смыслов. Как только он умер, пишет Георгий Петрович Федотов, как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Затем мы посмотрели на материальное, от политического к материальному, о том, как Пушкин выстраивал отношения с деньгами, какова была философия пушкинской денег, она у него была. И в этом смысле он, с одной стороны, деньги недолюбливал, с другой стороны, ценил, с третьей стороны, проигрывал. И в этом кроется тайна его плачевного финансового состояния, потому что мы показывали, как Пушкин выстраивал, он был, вообще-то говоря, противником буржуазного периода в мировой истории, которая предполагает продажность всего. Наш век торгашен, в сей век железный, без денег и свободы нет, но куда деваться, поэтому можно рукопись продать. И мы говорили о том, как он выстраивал эту линию. Перешли к разговору, казалось бы, полярному, поговорили о Пушкине и Вере, и пришли к выводу, что вылучить религиозное содержание, как и политическое, из его текстов невозможно. В нем есть размышления, в нем есть переживания. И это переживание полярно бывает, так же, как и с империей и свободой, так и здесь вера и неверия присутствуют, борясь друг с другом, не до конца побеждая друг друга. И, ну, есть другой опыт, есть самый безрелигиозный, наверное, но, с другой стороны, самый клирикальный русский. Писатели, как вы думаете, кто это? У кого нет ни одной ошибки в описании церковных обрядов, в отличие от всех остальных? Кто? Чехов. У Лескова, да, но у Лесков увлекающийся автор, поэтому переходящий от описания разных верст, старый, новый, там есть, на комментариях смотрим, находим ошибки. У Чехова, который не про веру вроде бы, ни одной ошибки, ни один комментатор не нашел, потому что он любил это сословие, сострадал ему. А что касается веры, то у Чехова, я уж прошу прощения, что сделал полшага в сторону, у Чехова поле очерчено по-другому. Он доходит, как писал Александр Павлович Чудаков, покойный чеховед и выдающийся писатель, автор книжки, которую я всем рекомендую, «Ложиться мгла на старые ступени». Он отметил, что Чехов движется к отрицанию Бога, доходит до края, останавливается и последнее слово не произносит. Потом он начинает движение в обратную сторону, к утверждению Бога, доходит до края, когда нужно сказать «да», не произносит и отворачивает в сторону. Вы мне скажете, как же рассказ «Студент», где про Пасху, про «Студент», который обретает это чувство веры, как 2000 лет назад грелись апостолы у костра. Но обратите внимание на роль выражения «казалось». Когда слово «казалось». Там слово «казалось» возникает именно тогда, как доходит до точки, когда надо сказать, что вера действительно. У Пушкина по-другому. У Пушкина, конечно, это скорее движение от неверия к вере, но вера – это вера, которую исповедует писатель. Поэтому слова подчас важнее, чем молитва. Слова о молитве подчас важнее, чем сама молитва. И в этом смысле мы движемся дальше. И про любовь мы говорили. Говорили о том, что, конечно, пушкинские представления о женщине, ну, вот если про культуру отмены начать вводить тему, никуда не годятся, потому что это не… Вплоть до семейных отношений, которые он попытался выстроить принципиально иначе, чем диктовала куртуазная культура его времени, когда жена – это друг и собеседник, а не просто жена, не любовница и не хозяйка, а друг и собеседник. Тянула ли Наталья Николаевна, это уж вопрос отдельный… Во всем случае, если не тянула, то ее вины в этом никакой не было. Какая была, такую выбрал. Какую выбрал, такая и была. Но точно совершенно, что пытался подняться над веком и в этом пункте тоже. Мы видим, и с деньгами пытался подняться над веком, все время пытался подняться над веком. И с верой пытался подняться над кругом, слоем, над политикой. так же и с деньгами и, повторюсь, и с верой. Про дуэль говорили. О том, что понимал дуэль как ритуализованное насилие, но личная честь, которой государство не принадлежит, защищается дуэлью. Отстаивал дуэль не как способ убийства или как способ авантюрного, авантюрного введения в жизнь авантюрного начала, но как способ личной защиты чести без участия государства. Не государство устанавливает, кто прав, кто виноват, а честный бой бросался дуэльными вызовами. Кстати, мы показывали эту картинку. Это то, что в музее Дантеса в городе Сульц, где он был после возвращения из России мэром, стоит вот такая мишень, по которой в течение долгих-долгих лет Дантес стрелял. Пушкин историк. Говорили о том, что он изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить, не силе, не модному образу мыслей. То есть и здесь поднимался над веком, и здесь поднимался над эпохой. Говорили о том, как советская власть с ним работала, и о том, что без культа Пушкина, который советская власть в какой-то момент подхватила у дореволюционной России, не было бы, наверное, ну, было бы, но гораздо более сложным утверждение культа личности Сталина. Пушкин тут ни при чем. Это уж про то, как не то, что он делал, а то, что с ним делали. И про то, как восстановление патриаршества тоже опиралось на конвенцию неформальную власти и сакрального начала, на которое она, на эту власть отрабатывала на примере культа Пушкина. И про революцию формы поговорили о том, как Пушкин, кажущийся таким простым, понятным и очевидным, прорабатывал форму, способную выразить совершенно иное содержание. И мы их просравнивали с позднеантичной эллинской поэзией, когда редукция, то есть мы не создаем новые образы, сюжеты, а по-другому рассказываем старые, как бы собирая воедино все возможности, какие нам дает наш поэтический язык, и сокращая, сжимая и добиваясь энергии взрыва в этом повествовании. А сегодня поговорим о том, будет ли Пушкин отменен, потому что культура отмены по всему миру процветает. Ну, вообще-то говоря, ничего нового, принципиально нового в культуре. Сейчас я про культуру отмены чуть попозже два слова скажу, но до того, что этому предшествовало, строго говоря, всегда большие сломы идеологических, религиозных, политических эпох вели к пересмотру отношения к тому, что было. И это было не всегда справедливо, а чаще всего с точки зрения предшествующих и с точки зрения последующих поколений глубоко несправедливо. Но это некоторая точка отсчета, по отношению к которой мы самоопределяемся. Нас еще нет. Мы еще не создали свою культуру. Мы отталкиваемся от предшествующей и утверждаем свою. Пока это актуально, это работает, потом проходит время, и это перестает работать. Это бывает в радикальных формах, бывает в мягких формах. Ну, возьмем такого великого человека, как Тертолиан, хоть одно выражение его знает всякий. «Кредо кви абсорду мест». «Веру ибо это неразумно». Иногда переводят «нелепо». «Лепота» все-таки «красота». Это не про красоту, это про отсутствие. А правда, а что было бы, зачем же было бы верить, если бы это было разумно? Это то, что выходит за пределы разума. И его знаменитое послание об идолопоклонстве, которое жестче, чем Лев Николаевич Толстой про предшествующую культуру, камня на камне от нее не оставлять. Толстой отменял Шекспира по этой же модели. Не потому, что Толстому казалось, что Шекспир вообще навсегда должен уйти, но Толстой отталкивался от равного. От равного и шел к себе. Прошло время, Толстовство осталось как факт истории и литературы, а борьба Толстого с Шекспиром забавная часть его грандиозного наследия. Так и Тертулиан отрицал все античное искусство, особенно скульптуру, потому что для него это все идолы. Не идолы, которым служат, а любое человеческое изображение в скульптурной форме идолопоклонства. Так что ничего нового в 21 веке в отношении культуры отмены не появилось. Так младшие всегда отрицают и отменяют старших, потом проходит некоторое время, и они передумывают свои мысли. Белинский, который в 1934 году при жизни Пушкина в литературных мечтаниях объявил о конце Пушкина, прошло какое-то время, и великие статьи о Пушкине написал тот же самый Белинский, который Пушкина отменял. Маяковского мы в прошлый раз говорили, сбросим, не сбросим, почему-то все время цитируют сбросим, бросим с парохода современности, и тот же самый Маяковский пишет памятник юбилейное, утверждая Пушкина, в том же качестве, которое за ним и отрицал. И это могли быть левые отрицавшие как социалисты, ну, например, мы помним похороны Некрасова, когда бросили студенты в ответ на что Некрасов, выше Некрасова был только Пушкин. Нет, выше Некрасов возразили ему. И это тоже временная отмена, которая ничего не уничтожила в сути отношения русского общества, русского читательского сообщества к Некрасову, но утвердила Некрасова в качестве равного, как минимум. Потом прошло время и все вернулось. Отрицали левые, но здесь цитата приведена, я уж не буду ее зачитывать, из Владимира Сергеевича Соловьева, великий мыслитель консервативно-либерального склада, который отрицает Пушкина как такового, чтобы Пушкин с точки зрения Владимира Сергеевича Соловьева не выдержал испытания жизнью, не совершил того, что должен был совершить, потому что его человеческие качества не соответствовали статусу великого поэта. Ну, не соответствовали, не соответствовали. тем не менее, мы почему-то эти книжки читаем и продолжаем. Вообще, отрицание и попытка отменить появляется прежде всего там и тогда, где и когда совершается попытка культивировать. Вот возникает попытка создать памятник на все времена, а памятников на все времена не бывает. Так не бывает в истории, чтобы памятник был на все времена. Как только мы пытаемся создать культ, ждите, что будет контркульт, будет отрицание культа, будет отмена сакрализации того, что было, стоит уже будущее отрицание Пушкина спит в речи Достоевского, который Пушкин утверждает в качестве центра и смысла и сути русской культуры. И там, где появляются слишком пафосные, слишком серьезные памятники, готовьтесь к тому, что рано или поздно 10, 20, 50, 100 лет, но придет время, когда с этими памятниками, как с символами культа, начнут бороться, потом забудут и памятники появятся заново. Поэтому современная культура вообще предпочитает памятники маленькие, смешные, не пафосные. Вот будете ли вы когда-нибудь бороться с памятником Чижику-Пыжику? В голову не придет, да, потому что вы окажетесь смешными, не вы, хорошо, я. Я не хочу быть смешным, поэтому с памятником Пыжику я не стану бороться. Точно так же, как я не стану бороться с памятником Сырку-Дружба. Вот он в середине. А, ой, я хорошо рассказываю. Да, простите, пожалуйста. Памятник Чижику на мойке, его, правда, воруют все время, но точно, что не отменяют. И приходится отливать новый. В середине памятник Сырку-Дружба советскому. Его тоже никто не отменять не станет, независимо от отношения к советской власти. Нравится советская власть или совсем чужая. Ну, кому же придет в голову отрицать памятник Сырку-Дружба, потому что в нем заложена невозможность этого попытки отмены. Он не культовый, понимаете, да, значит, в нем уже содержится самозащита. Точно так же, как знаменитый памятник Антону Павловичу Чехову в Томске на набережной, где изображенного глазами пьяного, валяющегося в канаве и не читавшего каштанку. Огромные по этому ботинки, потому что взгляд снизу вверх. Ну, это тут-то мечи отомстили Чехову за запись в дневниках о томских женщинах. Не очень красивую. А вот память, что касается памятников пафосных, памятников, которые должны раз и навсегда закрепить статус политика ли, исторического деятеля, деятеля ли культуры в веках, вот тут ждите проблемы. Мы видим обезглавленного Христофора Колумба в Соединенных Штатах. И это не зависит от цивилизации, не зависит... Памятники Будды будут взрывать талибы в Афганистане, признанные у нас нежелательные организации, если я правильно помню. Должны ли мы делать эту оговорку, на всякий случай сделаем. Ну, нежелательные, точно. Или это в Соединенных Штатах, когда происходит внутренний, почти революционный, но не разрушающий общество, разрушающий лишь набор памятных сигналов взрыв. Или, как мы видим, это происходит в сегодняшнем обществе, часто памятники Пушкина сносит, разрушает. Это не страшно. Вот я вам что бы сказать. Если страшно, то другое будет. Пока сказка добрая. Про страшное поговорим чуть попозже. Потому что, в принципе, чем отличается левый слайд от правого слайда, а у вас, да, у вас правильно, значит, левый, правый. Да, в принципе, только тем, что в одном случае есть содержание, свергающее Пушкина на левом, на правом. А в другом случае нет такого содержания. Просто заброшенный памятник Пушкину. Свалилась голова. Чем это хуже или лучше того, где ему свалили голову? Пушкину, в общем, честно говоря, все равно. Он не в памятниках. Он в чем-то гораздо более глубоком, гораздо более серьезном. Но традиция низвержения, она, повторюсь, она существует и живет в веках. Нам только кажется, что она появилась здесь и сейчас. она приняла радикальные формы. Ханонийских идолов свергали в Византии на этой миниатюре. И в этом смысле ничего ни нового в сравнении со сносом памятников конфедератов в США нет. Пролистнем один слайд и вернемся потом к нему. Значит, бывают, конечно, и радикальные случаи в наше время. Одно дело, повторюсь, когда бунтующая молодежь платит гневом через Христофора Колумба тем, кто не выстраивает достойные отношения между черными и белыми, это такой посигнал, ну, неприятный, может быть, но не повторюсь, памятники надо будет восстановить. Это самое не страшное из того, что есть. Бывают гораздо более жесткие формы претензий к предшественникам, не к политическим фигурам, а к художникам, и в частности самый, наверное, такой кейс культуры отмены, отмены прежних отношений, зафиксированных в художественных образах. Это образ, это история про фрески Виктора Арнаутова в колледже Вашингтона в Сан-Франциско. В 1936 году, в 1936 году, Арнаутов, ученик Диего Ривьеры, мужа Кало, значит, и получил заказ на роспись этого колледжа картинками, ну, не знаю, как, представьте себе икону в клеймах, да, с миниатюрками, которые рассказывают житие святого на полях иконы. Так, здесь эти фрески рассказывают про разные эпизоды из жизни Джорджа Вашингтона, и вообще-то говоря, Арнаутов был левым, левым, революционным, и изображал он то, как неправильно был устроен прежний мир, как он несправедлив был к черным и индейцам. В 36-м году это проходило все на ура, минует некоторое время, и, да, более того, были добавлены три фрески чернокожего художника, с тем, чтобы была равновесие и справедливость. Тем не менее, вот это яростное сопротивление прошлому привело к тому, что молодежь начала протестовать против этих фресок, она восприняла их не как борьбу с колониализмом, а как утверждение колониализма. И городской совет потребовал фрески замазать. Вот это уже начинается, одно дело, когда сносят памятник, под который можно доотлить, а другое дело, когда хотят замазать и уничтожить фрески, которые потом не восстановить. И тут уже художественная общественность восстала и сказала, нет, мы сохраним образ, потому что это образ антиколониальный. Касается ли это русской классики? Да, конечно, касается. С ней ведут борьбу и слева, и справа и вели на протяжении всего 20 века. Тут, ну вот, как минимум две картинки связаны с борцами. Один, ой, вернулись, один Солоневич, один из радикальных правых русских мыслителей, бежавший из советского лагеря в 30-е годы через гранит. Вы представляете, какой силы должен быть человек, чтобы в 30-е годы, в 30-е бежать из Советского Союза из заключения за границу и там самоосуществиться. Но он, как всякий жесткий государственный консерватор, обвинил русскую классику в том, что она разрушала русское государство и привела к революции, а революция привела к тому, что Лоан Солоневич должен бежать и литература не нашла образ упорства, военной мощи, организационных талантов, и поэтому она должна быть что? Отменена. Противоположный взгляд молодая, я в тот датой указал, молодая американская писательница Элиф Батуман, написавшая книгу о бесах, она обвиняет русский классический роман в том, что он заманивает маленьких, я цитирую, маленьких мальчиков к сдаче себя армии или государство побуждает маленьких девочек отдавать свои тела и души мужьям и детям. Нас воспитывают уязвимыми к романтике, к очень неопределенному типу романтики. Что надо сделать в итоге? Отменить. Иной путь предлагает Гарольд Блум, знаменитый американский филолог, культуролог, он создал книгу «Западный канон», где нашлось место и русской культуре. И в этом западном каноне находится место разному, да, это очень важно, не однозначному, хорошему, плохому, а разному. Канон – это не то, что соответствует нашим представлениям о правилах, а канон – это то, что соответствует общим, в веках длящимся представлениям о выдающемся. выдающиеся не обязательно хорошее, выдающиеся не обязательно доброе, выдающиеся не обязательно справедливое, выдающиеся – это то, что нас поднимает над нашим опытом и ставит нас перед серьезными роковыми вопросами. И я уже, видите, все научился, да, и вот теперь переходим к Пушкину и проблеме отмены. Что может дать нам культуру, что может быть в любой культуре, точнее не так, в любой культуре отмены есть как бы три этапа, в любой пересборке старого, в любом переосмыслении того, что было когда-то, и то, с чем мы сейчас живем, и с чем мы, может быть, не совпадаем. Это мгновенная актуализация, когда мы как бы вычитываем из прошлого те смыслы, которые близки и понятны нам, нашим опытом, нашими контекстами, и это сейчас примеры приведем. Второй этап гораздо более сложный, это готовность заново задать наследие свои, наши, вызревшие в нас и с нами живущие долгосрочные вопросы, а третий более сложный самый важный наверное этап это совместное освобождение от актуальности, то есть мы уходим, мы уходим от актуальности, классику освобождаем от ее исторической актуальности, примечание вещь важная, я сам обожаю читать, но строго говоря примечания к тексту важны только постольку-постольку, они этот текст доделают нам понятным, наше понимание, наш диалог с классическим текстом, это позволяет нам вместе с наследием заглянуть в вечность. Ну, давайте про актуальность, про первый способ работы с прошлым и как тут что происходит и происходило с Пушкиным. Как правило актуализация актуализация подвергаются либо не самые блестящие, не самые важные, не самые глубокие произведения классические, либо с классическим наследием поступают насильственно. Ну, вот тут портрет Яхонтова, был такой выдающийся чтец-декламатор, выдающийся артист советский, он Пушкина исполнял, и это вошло в историю, он говорил и говорить умело в нос. Революционные массы понимали, да, что имеется в виду, она так обращалась со своими дворовыми. Актуализация? Актуализация. Долго она живет? Уже наверняка вы не все поняли, что имеется в виду, почему надо обязательно говорить умело в нос, надо обязательно показывать кулаком. Этот жест был сиюминутной актуализацией, понятной для людей той поры. Было это отменой формы, ну, примитивной формы отмены прежнего содержания было. Повторюсь, актер замечательный, да, это не надо думать, что он только так поступал, но, среди прочего, действовал и так. Или Щеголев, который, мы про него говорили, да, с одной стороны отрицал клеветников России, как таковых вообще стереть с лица земли, но сам актуализировал о помещике, о крепостнике, отрицание крепостнике. Левая риторика хороша, правая плоха, но, вообще-то говоря, любая риторика применительна к классике не очень. Или как это происходит с мертвыми душами в недавнем сериале, который, может быть, вы видели Константинопольского, где там условный Ноздрев, защитник Донбасса, который рассказывает про Захара Прилепина. Смешно, вот все еще да, просмотрим, что будет через 2-3 года, да, это такая сиюминутная впрыскивание сиюминутной аналогии, которая упрощает восприятие, но и сужает, и сплющивает его. И это тоже через 5 лет, может, ну, через 5-7, если кто-то будет смотреть этот эпизод, нужно будет бесконечное примечание, а где в книжке ты примечание сделаешь, как сделаешь примечание в кино, не очень понятно. можно это делать так, как делает Геннадий Андреевич Зюганов, который предлагает открыть сборник произведений Пушкина, и это потрясающие сказки, которые научат вас любить, придет вам чувство патриотизма, добра и справедливости. У Пушкина имеются великолепные поэмы, вот, надо это знать, да, если хотите понять, как нужно сражаться за русский мир против бандеровщины, открывайте поэму Пушкина Полтава. Такое притягивание мгновенное, со всех сторон это происходит. Если мы посмотрим сказки для Пушки, сказки для взрослых с Игоря, там идет притягивание к сиюминутным сюжетам здесь и сейчас. Не сравню с Зюгановым, конечно, абсолютно разный уровень, но притягивание все-таки есть. Это сиюминутная, быстрая актуализация и тем самым отмена прежней глубины. Самый смешной пример из тех, которые я очень люблю, это пример того, как используют формулу союз меча и лиры. Здесь цитата. Это в Борисе Годунове рыболепный поэт подносит стихи латинские от Репьеву. И тот хвалит его за это подношение и говорит союз меча и лиры. И дальше завершается «Приближься друг в мое воспоминание примиссии и дар». Дарят перстень. Значит, поэт за довольно льстивые стихи получает перстень, и это вызывает восклицание союз меча и лиры. А это два взаимоисключающих примера. В 1972 году в Париже выходит крайне правый войсковой союз, издает сборник стократ священ союз меча и лиры. Значит, не понимая контекста, его вытягивает в свое миропонимание. А это 2011 год, в Севастополь проводится фестиваль союз меча и лиры и награждают поэтессу за то, что она этот фестиваль организовала. Понятно, позиции абсолютно разные, способ мгновенный, впрыскивающий актуализации, такой эйфорический способ один и тот же. И мы можем в пушкинском наследии что? Нет, я показал, что ты сказал. Можем ли мы в пушкинском наследии найти примеры стихов удобных для прочтения противоборствующими сторонами всеюминутных политических конфликтов? Конечно. Одни будут читать Бородинскую годовщину, другие будут читать что-нибудь пролистнули? А нет, сейчас, секундочку. Другие возьмут стихотворение герой и вырвут из контекста Бородинскую годовщину, это польское подавление польского восстания, а герой, сейчас про него отдельно поговорим в стихотворении, взаимоисключающий, но Пушкин писал не для того, чтобы мы выдергивали это из прежнего контекста. Он писал это как поэт 19 века и для того, чтобы понимать смысл этих стихов, нужно кое-что знать. И чем более вписаны стихи в современный Пушкину контекст, тем больше примечаний требуется, чтобы их понять. Для того, чтобы понять Бородинскую годовщину, нужно, чтобы, точнее говоря, уловить общий смысл. Что нужно знать? Суворов брал Варшаву в 794 году. Что Прага это не Прага столица Чехии, а Прага это предместе Варшавы. И что донесение Паскевича о взятии Варшавы было доставлено в Петербург внуком Суворова, молодым князем Суворовым. Ну и что такое Бородино? Достаточно? Достаточно. И тогда понятно, про что идет речь. И тогда мы понимаем, что восстав игрой с гроба своего, Суворов видит плен Варшавы, вострепетала тень его от блеска и мночатой славы, благословляет он, герой, твое страдание, твой покой, твоих спотвижников отвагу, и весь триумфа твоего, и с ней летящего за Прагу молодого внука своего. Понятно, про что речь, да? Про подавление польского восстания. Для того, чтобы вырвать из контекста этого достаточно. Можем применить к сегодняшним обстоятельствам, если мы хотим высказаться за не своими словами, а словами Пушкина. Можно. Можно, да? Но тогда выпадает то, что Пушкин вкладывал сам, да? Тогда надо. А что такое знакомый пир их манит вновь? Это план интервенции, который планируется французским парламентом. И что такое наследие Богдана, мы догадываемся. Что такое война и мир и Будд? Короче, для того, чтобы вырвать стихотворение из исторического контекста и поместить его в контекст сегодняшний, нужно произвести некоторую долю вивисекции. А вот как Пушкин работает сам со своими текстами. Вот стихотворение герой гораздо менее удобно для того, чтобы его цитировать в сегодняшних политических контекстах, просто потому, что оно устроено сложнее, чем Бородинская годовщина. Что за стихотворение? Эпиграф из Евангелия, что есть истина, а дальше разговор поэта с его другом и на фоне воспоминаний о том, как Наполеон в 1799 году в Яфо вошел в чумной госпиталь и это прославление властителя не за то, что тот победил в бою, а за то, что тот разделил с больными и смертельно в основном больными их риски, их боль, их страдания. А второй подтекст этого стихотворения Пушкин его явно вкладывает в 29 сентября 1830 года, там дата стоит, Николай I вошел, въехал в холерную Москву. И в этом возникает параллель. Что такое герой? Герой, в данном случае исторический деятель. Это тот, кто одерживает военные победы, повергая врага в прах, или тот, кто разделяет с людьми страдающими их участь. И ответ понятен. Почему друг говорит утешься? это означает, что герой, тот, у кого есть сердце, а не тот, кто обладает великими политическими и военными дарованиями. Оставь герою сердце, что же он будет без него, тиран. И если мы двигаемся дальше, то, наверное, давайте перейдем к более сложному вопросу, к более сложной теме, как задавать, какие вопросы задают классическому наследию здесь и сейчас. Не актуализируют, не втягивают все юминутные контексты, очищая от исторического содержания, забывая, что было на самом деле, а разговаривают. Вопросы, которые волнуют нас здесь и сейчас, мы можем адресовать классики и Пушкину в первую очередь, и получать эти ответы в гораздо более сложном виде, мы можем сами себе представить. Пушкин, по сути, этот способ описал в египетских ночах, когда к Чарскому скучающему приходит итальянец и предлагает устроить, как мы сейчас сказали бы, выступление, когда итальянец импровизирует на заданные публикой темы, и Чарский испытывает его и дает ему тему. Поэт избирает сам предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением, глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы выражения мгновенного чувства стройно излетели из уст его. Поэт идет, открыты вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь, едва достиг и высоты, и вот до лу взор не сводишь и не зайти стремишься ты? Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжелый страшен на чахлый пень? Спроси его, зачем арапа своего младая любит дездемона, как месяц любит ночь мглу, за тем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона? Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Это и есть способ, да, мы задаем поэту Пушкину тему и вдруг получаем от него тот ответ, который он готов был дать в свое время и который сегодня звучит во многом иначе. У этого пути тоже есть свои издержки, потому что вопросы, которые мы задаем, часто бывают гораздо менее глубокими, чем ответы, которые мы рассчитываем получить. И наши вопросы настолько связаны с нашим временем, что они часто загоняют Пушкина в те узкие рамки, где ему тесно и неуютно. Ну вот было время, когда Пушкин и декабристы стало, было темой запрещенной, запретной в 20 веке после революции ровным счетом наоборот, и в их выходили книжки за книжкой. Вот первая книжка это Милиция Васильевна Нечкина, выдающийся историк, но которая издавала книжку за книжкой про то, как все русские писатели были связаны с декабризмом. И Ахматова издевалась над книгой Грибоедов и декабристы, что эта книга вся написана ради союза ИИ. Хочу оговорить, Милиция Васильевна выдающаяся, была академиком, заслуженный академик, идеологически четко окрашенной, но помимо этого она была настоящим историком. То, что мы говорим, если бросает тень, то маленькую, аккуратную, но тем не менее. Это не втягивание Пушкина в актуальный политический контекст, она его со Сталином не связывает, она его со становлением патриаршества не связывает, она не превращает Пушкина в нашего современника, но тем не менее, она задает ему вопросы изнутри своего опыта, а этот опыт гораздо более узкий, чем опыт Пушкина. Но так все поколение Нечкиной читало Капитанскую дочку, как историю революционной борьбы и поддержки восставшего народа. Голову не приходило, что там два лагеря дворянские и крестьянские, и, конечно, Пушкин с кем? С крестьянским, да? Пугачев герой без страха и упреха, а Екатерина написана с иронией. Я почти не утрирую это поколение выдающихся ученых и людей очень смелых, проходивших через лагеря, как Юлиан Оксман, которого потом сослали в Саратовский государственный университет, Саратовскому университету повезло, но повезло ли Юлиану Оксману? Но Оксман твердо стоял, да? По-другому быть не может. Пушкин же отвечает на наши вопросы, а наш вопрос каков вопрос таков ответ. И Нечкин задает те же вопросы, как, не то связан ли Пушкин с декабристским движением и насколько сложны эти отношения, а вопрос задается а как он связан? Вот так, так и так. Он всегда хотел быть с декабристами. Ну, хотел, хотел бы, был бы. Но и противоположный пример. В 1990 году, что это за год? Последний год, да, предпоследний год существования Советского Союза, когда вдруг открылся поток текстов, которые раньше были не, ну, специалистам-то известны, но широкому читателю нет. И вдруг Пушкин из революционного, к какому все привыкли, превратился в религиозного. Потому что русская философская мысль была, какая часть ее запрещена к употреблению. Вот та самая религиозно-философская. Вся ее часть, которая была связана с Герсоновским, Добролюбовским, Чернышевским началом, была в открытом доступе, но она так надоела, что люди быстро развернулись в другую сторону, и вдруг оказалось, что Пушкин это только прорелигиозная философскую часть. Вопросы заданы изнутри современного опыта. Заданы. Ответы получены? Получены, но ровно такие, каковы были заданные вопросы. Сегодня мы видим такие примеры, когда не актуализируют, не затягивают всю минутную жизнь, а задают сложные, порожденные нашим временем вопросы. Совсем недавно вышла программа, знаете, такого ведущего Николая Солодникова, еще не поздно. У него вышла программа вокруг клеветников России, и там очень разные люди, Юрий Сопрыкин, Юдин и Максим Шевченко, которые обсуждают это стихотворение, связываясь с днем сегодняшним, но не подминая Пушкина под день сегодняшний. Понимаете, то есть это не впрыскивание современности в Пушкина, а попытка получить ответы на мучающие вопросы нас, живущих здесь и сейчас, у Пушкина в той мере, в какой он готов нам эти ответы дать. То есть мы видим сегодня, что работают и механизмы скороспелой актуализации, и механизмы вопрошания. И ну другой пример такого вопрошания был явлен нам лет десять, может быть уже и больше назад, даже больше конечно, когда режиссер Владимир Мерзоев снял фильм по Борису Годунову. Видел ли кто-нибудь этот фильм? Ну вот, согласитесь, да, что это не актуализация дешевая. Формально можно сказать, что и актуализация есть, да, потому что когда Борис Годунов сидит за столом как президент, а вокруг него патриарх, служба безопасности и так далее, но это поверхностная часть фильма. Глубине это вопрос о том, работают ли те энергии, которые отмечал Пушкин в русской истории, да, действуют ли они по-прежнему на нас, по-прежнему ли народ безмолвствует, отвечает ли власть за свои действия, и это актуализация, да, но это не дешевое впрыскивание современного содержания, а это вопрошение, ответь нам, Пушкин, что нам делать, помоги в немой борьбе, как было у Блока в стихотворении Пушкинскому дому. Но вот о чем Пушкина имело бы смысл еще спросить здесь и сейчас, потому что он не на все вопросы готов ответить, а только на те, которые сам ставил применительно к своему времени. Например, о природе власти, не с намеками на сегодняшнюю, да, или вчерашнюю, или с угадками завтрашней. Хотя погадать на Пушкине можно, я вот принес с собой фактически полное собрание сочинений, здесь 1400 страниц, и в финале мы погадаем, три, 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 три странички откроем, я попрошу вас назвать страницу, строчку, и посмотрим, что оно, но это игра. А если всерьез, то, конечно, он будет отвечать только на те вопросы, которые мучили его тогда. И в этих вопросах содержится конкретное историческое содержание применительно к его эпохе, то содержание, которое раскрывается в нашем дне, а может быть, и те вопросы, которые апеллируют к вечности и нас туда уводят. И в этом смысле Пушкин, конечно, создает русскую философию власти, отличающуюся от Макиавеллии, и от Пестеревской, тем более и от Радищевской. И часто для того, чтобы эту философию выстроить, надо отказаться от готовых привычных трактовок. Ну как? Для того, чтобы понять Моцарта и Сальгерия, нужно забыть о том, что Моцарт завидует. Потому что это не зависть, это жречество. Моцарт с Богом спорит, не с Моцартом. Сальгерия, простите, с Богом спорит, а не с Моцартом. Он ревнует, как могло случиться так, что недостойному, нежречески относящемуся к музыке человеку достался величайший талант. Это несправедливо. Точно так же, как сказка о рыбаке и рыбке, не о жадности, о природе власти. Опять же, как мы с ней работаем, если мы ее актуализируем? Мы убираем образ старика, не анализируем образ старика, берем только старуху и рыбку. Для того, чтобы обострить восприятие, перенести текст здесь и сейчас, мы должны немножко с ним поработать. Аккуратненько. А как аккуратно поработать со сказкой рыбаке и рыбке? Убрать одного персонажа из рассмотрения, он вне проблемы, а напрямую замкнуть старуху и рыбку. И тогда содержание актуализируется и накладывается на наши обстоятельства. Но у Пушкина все сложнее. Вот возвращаемся к текстам, которые часто выпадают из внимания в нашем разговоре. Например, в 1825 году, а это что такое? Это финал ссылки, это Борис Годунов, это размышления о природе власти, как таковой русской власти в частности. Пушкин пишет сцену из Фауста при этом, замечу, что очень важно понимать. Выходит, опубликовано это в 1828 году. Почему я эти скучные даты вам сообщаю? Потому что в 1825 году вторая часть Фауста еще не написана. Написана только первая. Значит, когда мы читаем эту сцену, те, кто читал вторую часть Фауста, начинают искать соответствие. Ну, конечно, там же есть берег моря, там же есть строительство, там же есть судьба Филимона и Бавкиды. Это написано до. Это угадка. А написано это о том, как Фауст, испытывая скуку, включает механизмы насилия. Насилие в истории происходит не тогда, когда есть романтический замысел подчинить себе Вселенную. А власть требует жестокости, тогда, когда ей власти, способ, который может производить перемены в мире, становится скучно. Фаусту скучно, мне скучно без. И дальше Мефистофель предлагает ему решить задачу. Что там белеет? Говори. Корабль испанский трехмочтовый пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада. Да модная болезнь, она недавно вам подарена. Фауст, все утопить. Мефистофель сейчас исчезает. Не потому, что есть замысел победить этот корабль, да? Не потому, что есть замысел обустроить или защититься, а просто потому, что скучно. И это начало пушкинских размышлений о природе власти, которые продолжались на протяжении всех 30-х годов. И давайте чуть повнимательнее посмотрим с этой точки зрения, с точки зрения вопросов, которые мы Пушкину задаем, на поэму Анжела. Не самое не принесшее Пушкину читательского успеха, хотя сам он ее любил. Всячески всем рекомендую замечательный комментарий Александра Долинина к Анжелу, вышедшей только что, опирающийся на сюжет, который Шекспир в мере за меру взял у Чинтьева, и оттуда же он взял и отелла. Короче говоря, Пушкин берет готовый сюжет, как это он часто делает, и движется к той проблематике, какая волнует его, и к тем контекстам, которые волнуют его. А контексты здесь для любого внимательного читателя поэзии 19 века очевидным образом связаны с пушкинской эпохой. В одном из городов Италии счастливый когда-то властвовал придобрый старый дуг. народа своего отец чудолюбивый, друг мира, истины, художеств и наук. Вот эта формула, она взята практически в готовом виде из... Это штамп. Штамп русского 19 века. Мы говорили, что Пушкин очень любит работать со штампами. Это экономия времени и сил. Используешь штамп, обыгрываешь его и получаешь дополнительное содержание. Он про Италию или про Россию. На материале Италии чуть-чуть про Россию. Рикошетом сразу затягиваются русские реалии. И что хуже дедушек с дня на день были внуки, что грудь кормилицы ребенок уж кусал. А это практически цитаты самого Пушкина. Что нам кусать грудь кормилицы нашей, это он на Жуковском, от того, что зубки прорезались. То есть, цитируя сам себя, он вводит итальянский сюжет, позаимствованный у Шекспира, аккуратно рикошетом связывая с российскими реалиями дня сегодняшнего. Ну, сюжет вы знаете и без меня. Придобрый старый дуг распустил правление и сам до кучного внимания избегаясь, народом не простясь, инкогнито один пустился странствовать, как древний паладин. Ну, и, соответственно, наконец-то власть приходит в руки к суровому законнику, который будет в движениях на полных площадях, безмолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни. И ухо стал себе почесывать народ и говорить, эхе, для тот уж и не тот. И дальше понятно, что происходит. Анжела должен встать, попасть в ситуацию, когда он сам нарушит закон и в эту ловушку Пушкин его заманивает. При этом он не первый, кто использует этот сюжет, но я сейчас уже не буду, только Гаруна Аль-Рашид, посмотрим на него, потому что, конечно, в основе всего сказка о Гаруне Аль-Рашиде, который в купеческом наряде странствовал по городам. И происходит так, что Анжела, суровый законник молодой оставшейся в направлении, влюбляется в готовую принять постриг Изабеллу и готов отпустить ее брата Клаудио, Клавдия, только если та согласится провести с законником Анжелы ночь, а по новым законам, которые он сам же откопал в архивах за прелюбудеяние смертной казни, ну что происходит? Разумеется, Дуг возвращается и Дуг его простил. И в этом контексте Пушкину что важно? Во-первых, мотив ухода и возвращения. Ухода царя, старого, не справившегося своими обязанностями, слишком доброго, слишком мягкого и нового, жестокого законника, который оказывается еще хуже, чем предшествующий. Второе, что очень важно, Пушкин ищет сюжетного выхода, чтобы, не нарушая закон, правитель мог оказать милость. Дуг прощает не потому, что это произвол, а потому, что на самом деле все было устроено таким образом, что Анжела не нарушил закона. Под видом Изабелла к нему пришла его заброшенная им жена Марьяна, так что все было законно. Это была ночь, которую провели супруги, а не любовники. И Дуг прощает не потому, что он приступает закон, а потому, что он милует по закону. Это очень для Пушкина важно. И это проблематика, которая будет волновать Пушкина и в «Медном всаднике», и в «Капитанской дочке», и во многих других текстах. А на фоне всего этого, на фоне каких исторических, актуальных для Пушкина сюжетов это разворачивается. Это разворачивается на фоне слухов о старце Федоре Кузьмиче. Эту историю, надеюсь, не нужно рассказывать. Легенда о старце Федоре Кузьмиче вообще-то относится к 60-м годам, спустя десятилетия после смерти Пушкина. Но действительно, как только он вернулся в Москву, в коронационную Москву, он попал в контекст народных слухов о том, что царь не умер. Так обычно бывает, когда царь умирает где-нибудь вдали от столицы, что умер царь, что царь на самом деле не умер, что его продали в иностранную неволю, жив уехал на легкой шлюпке в море, солдат зашел к государю и сказал, вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно и так далее и тому подобное. Слухи эти, мы до нас дошли, потому что их записал Федор Федоров в рукописи, московские повести или новые правдивые ложные слухи, которые после виднее значатся, которые правдивые, которые лживые, а теперь утвердить ни одних не могу, но решился на досуге списывать для дальнего времени забвенного именно 1825 года с декабря 25 дня. Это такое название. Тогда бумагу не экономили. И для Пушкина этот сюжет об Александре Первом, который привел в полный непорядок жизнь Российской империи не по доброте душевной, а по полной апатии, которая его к концу правления настигла. И Николай, который оказался жестковат, на этом фоне он прописывает сюжет своей повести и для него это невероятно важно. Власть это власть, которая может миловать, потому что она настоящая власть, потому что она опирается на суть закона, а не потому что она закон произвольно нарушает. Ведь в этом же собственно говоря коллизии капитанской дочки. Петруша Гринев заслуживает наказание? За то, что покинул расположение части, заслуживает, но не заслуживает того наказания, которое ему грозит по решению суда. А поскольку он уже отбыл в тюрьме, ожидая результата следствия, то Екатерина милует его законно. А как его милует Пугачев, законно или по произволу? По произволу. И в этом разница между ними. При том, что Пушкин аккуратно намекает, что Екатерина самозванка, что она имеет на престол примерно такие же права, как имеет их и Пугачев. Но она может миловать по закону, она проявляет высоту государственной власти, государевой власти. Власть это та сила, которая использует все законные возможности быть милостивой, а не та сила, которая использует все законные возможности быть жестокой. Так же, как герой. Это кто? Это не тот, кто использует военную мощь для того, чтобы наказать всех вокруг, как минимум не только тот, а тот, кто, используя военную мощь, может в то же время проявить человечность. И герой без сердца будет кто? Тиран. Так возникает пушкинская философия власти, которая, мне кажется, ну, на наше вопрошение о том, как русская жизнь должна быть устроена, чтобы и консерваторы, и прогрессисты сосуществовали, вот мне кажется, что этот вопрос мы имеем право задать, не актуализируя. А потом у Пушкина возникает целый цикл произведений, где герой покидает свой мир, привычный ему, будь то властитель, будь то обычный человек, и возвращается в этот мир или не возвращается в него. Властитель уйти, не вернувшись, не может. Он пишет в 1835 году стихотворение Родрик, как опять же очень часто у него в последние годы переложение, вольное, абсолютно вольное переложение по мотивам европейского сюжета, бросил обзим шлем перната и блестящую броню, и спасенный мраком ночи с поля битвы он ушел. Все Родрика проклинают, и проклятие слышит он. Потом Родрик находит пещеру на берегу моря, в пещере крест, заступ и нетленный труп отшельника, хоронят отшельника, но отшельник, чьи останки он усердно схоронил, за него перед Всевышним заступился в небесах. А для чего он заступился в небесах? Чтобы Родрик, обретший внутренний мир и внутреннюю силу, пробудясь Господнюю волю, сердцем он разумел, и с пустынью расставшись в путь отправился король. Уходим для того, чтобы вернуться. А зачем уходим? Чтобы открыть в себе новое начало, то измерение власти, которое недоступно нам было до сих пор. Точно так же Пушкин обращается к этому сюжету бегства из города, обреченного казни в сюжетах, связанных с жизнью частных людей. Например, он берет за основу стихотворения, простите, не стихотворения, книгу Беньяна «Странствование пилигрима», книжку, очень важную для пиетистской традиции, и перелагает ее вольно стихом о том, как «Однажды, странствуя среди долины дикой, внезапно был объят я скорби великой, и тяжким бременем подавлен и сагбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен, потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзенной муки и горько повторял, метаясь как больной, что делать буду я, что станется со мной? Но если властитель, уйдя и оставив на произвол судьбы свою страну, должен вернуться, открыв в себе нечто, чего в нем не было до сих пор, то обычный человек может бежать без оглядки, потому что в этом его не только право, но иной раз и обязанность. Точно так же в стихотворении 1934 года, которое вы все прекрасно знаете, «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит», этот мотив бегства в деревню из города, обреченного внутреннему тлению, внутреннему распаду, тоже присутствует. Точно так же, как и присутствует он в других пушкинских вещах. И так формируется целый комплекс представлений о том, что делать человеку, лишенному опоры в этом мире, и что делать властителю, который лишает человека опоры в этом мире. И слово «милость», не противостоящее слову «закон», является пушкинской формулой, пушкинским ответом на многие из наших размышлений. Так же, как этот сюжет потом станет про Федора Кузьмича и Анжела, станет для Льва Николаевича Толстого ответом на его вопросы. Толстой задавал те же самые вопросы, что и поздний Толстой, что и поздний Пушкин. Что делать нам? Куда бежать? Как скрываться? Что должно происходить с властью? И Толстой пишет, делает набросок, я родил повести о Федоре Кузьмиче. Разумеется, Толстой исходит из того, что Александр Первый это и есть Федор Кузьмич, никаких других вариантов быть не может. И что царь бежит для того, чтобы восстановить себя в целостность? А что там будет с этим государством, с этим миром, Толстого уже в данном случае не волнует. И в то же время Толстой проигрывает будущую, свою собственную судьбу, ту судьбу, которая ведет его неуклонно в Остапово. Это одна из самых страшных фотографий, которые я знаю, хотя много есть пострашнее вроде бы. Это Софья Андреевна, которую не пускают в Остаповский домик, где лежит ее умерший муж пытается заглянуть в окошко. Но это разговоры в сторону. Что самое существенное? Нам предстоит не бороться за отказ от культуры отмены применительно Пушкина, а развернуть просто работу эту в другую сторону. Нам надо начать от системы создания культа и борьбы с культами, борьбы с культом Пушкина, путь к разговору и диалогу с Пушкиным. Это наш собеседник. Не Пушкин наш современник, а Пушкин наш собеседник. Ему-то деваться некуда. Мы его все равно не выпустим за пределы своего культурного поля. Мы все равно будем с ним разговаривать. Но и ответы он будет давать не только те, на которые мы рассчитываем, но и те, на которые он готов. И начать надо, видимо, все-таки с признания, что в основе обновляемой русской культуры будет сам Пушкин, а не культ Пушкина, его драматическая ясность, чувственная рациональность, космополитический патриотизм, корни и самостояние. Вот на этом я бы поставил многоточие и перешел бы в режим диалога. Гадать будем? Давайте, прежде чем перейдем в режим диалога, кто готов первым предложить страницу? Тринадцатая страница, какая строка? Первая. Сейчас, одну секунду. Что будем спрашивать? А, что спрашиваем? Что нас ждет? Тринадцатая не что нас ждет, окей. Первая строка. Мой добрый Галич Валя. Будь здоров. Кто виноват? Какая страница? Восьмая? 48-я. Вы имеете в виду, что это 1300 страниц, можно выбирать вводить. Сейчас, сейчас я даю тебе до листа, и вы пока думайте на строчку. Какая строчка? Тринадцатая тут нет. Седьмая. Хорошо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Движения милые, игривый разговор. Ну и, наконец, третья. Когда кончится? Какая страница? Тысяча первая. Строчка. Пять. Сейчас будем смотреть. Раз, два, три, четыре, пять. Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровати в ногах князя Лыкова и начал в полголоса следующий разговор. Ну, прочитаем следующее? Дочитаем, да? Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте-ка, о чем он изволил со мной беседовать? Стоять. Как нам знать, батюшка-братец, сказала Татьяна Афанасьевна. Не приказал ли тебе царь ведать какую-либо воевозство, сказал тезис. Давно пора. Переходим в режим диалога.